Привет друзья! В сегодняшней серии я хочу вам рассказать о том, какие у меня есть ништяки на Ford непосредственно его от ST200. Все знают данную спортивную версию Mondeo ST. И хочу начать с маленькой истории. То, как я недавно ездил в Санкт-Петербург за передним задним бампером ST, рулем под дерево и передними тюнингованными фарами. Что же, народ, я в Кировске. Приехал я за мистиками на Ford перелезти в Тяшино. Так, народ, теперь внимание, чего не стоит, чего не стоит делать в своих машинах. Это вот такой вот херни. Это монтажная пена во всем крыле, как справа, точнее как слева, так и справа. Закрывают в основном вот такие вот косяки, сгнивившее железо. Вот на этом всем держался бампер. Тут вообще кусок крыла сгнил. Вся пена, вот она. А, у вас здесь сквозная дырка. У вас пена, вот. Пипец. Здесь тоже дырка, вот она пена. Вот так вот элитные машины и умирают. Жалко. ПОДПИШИСЬ YOUR BEATS TODAY Так вот. Что, в принципе, можно рассмотреть сейчас? Стоит непосредственно бампер от ST200, задний. Закрепил его временно пока на скотч. Вот, со всех сторон, чтобы он держался, естественно. Единственное, могу сказать, то, что он в очень плохом состоянии. Люди его непонятно как ремонтировали. Он постоянно был битый, коцанный. Сейчас он просто в удроченном состоянии. По-другому это не назовешь. Также у меня теперь два бампера ST передних. Один уже ремонтный. Все по видео по-любому видели, когда я ехал так же с Питера. Я на скорость 170 сбил лесу, и бампер мой пострадал. Естественно, я его отремонтировал, он собранный. А второй бампер ST, он целый, у него жесткость лучше. И вот с него я буду делать слепки в дальнейшем на заказ. Естественно, сам буду ездить тоже на слепке, как и задний бампер. Вот, что ж, теперь давайте я вам покажу, что у меня вообще есть из тюнинга на Ford. Что ж, в принципе, все я разложил аккуратненько, понятненько. Думаю, всем все будет видно. Но есть один нюанс. Руль от Ford Mondeo деревянный я уже обшил и продал пареньку, который долго за ним гонялся. Это Илюха с Воронежа. Привет! И пока я вам буду показывать тюнячки, пожалуйста, подумайте, за сколько я мог это все приобрести. Вот теперь, что у меня есть на Ford. Это, как я и говорил, два СТ-шных бампера. Вот этот я забрал с Питера. Также мой СТ-шный бампер ремонтный. Вот трещина, так скажем, была. Он отремонтированный. Вот. Задний тюнинг стопари. Это с Finan Auto Parts. Когда я выиграл сертификат на сумму 10 тысяч рублей, и они меня подогна... И у них в магазине оказались данные стопы вместе с фарми Моретти. Вот. То есть оригинал Моретти. Вот. В случае, кому интересен подробный обзор фар Моретти, пишите в комментарии, что нужен обзор именно данных фар. Я специально для вас сниму обзор, расскажу про эти фары, покажу, как они светят. В общем, все про них покажу, из чего они вообще состоят, что в них есть и как они, в принципе, работают. То, что все, что я знаю про Моретти, я вам покажу в отдельном видео, если вы это хотите. Пишите в комментариях. Вот. И также с Питера я забрал данные фары, тюнингованные, черные, линзованные, с такой диодной дорожкой. Вот. Также я с Питера снял данный бортовой компьютер. Однажды я его, именно вот этот самый бортовой компьютер, то есть с данной машины, с которой я ездил, забирал запчасти, я его подключал. Он работает, все показывает. Но нужно, наверное, будет его все-таки поднастраивать, потому что он не показывает топливо в литраже на мониторчике. Вот. Кто знает, как решить данную проблему, пожалуйста, отпишитесь тоже в комментариях. Буду вам за это благодарен. Задний бампер. Задний бампер. Также от СТ. Но только вот, знаете, есть, оказывается, два вида СТ с задних бамперов. Это разборный и неразборный. В этом я подсказал, кстати, Илюха с Воронежа, которому я продал руль. Вот. Потому что у него нижняя вот эта вот часть, так скажем, губа, она у него разборная. У меня же она неразборная. Она в монолите идет с бампером. Вот. У меня он сделан под правую выхлопную трубу. Вот. Это под крюк. Бук-буксировочный. И, в принципе, по его состоянию. То есть вы видите, какое удроченное состояние. То, что здесь есть заклепки. И он тут весь такой ремонтный. То есть тут вообще он куска нету. Здесь также трещина. Я не знаю, просто ребята бампер убивали. Честное слово. Мне его очень реально жалко. Вот наш бампер сзади. И, в принципе, вот его состояние. У нас тут все на железках и заклепках. Тут у нас держится все за счет шпатлевки. Ну и, в принципе, он везде так был ужасно сделан. Я не знаю, может просто... У ребят не было стеклоткани, чтобы его усилить. Или там по-нормальному отремонтировать. Также вот она трещина. Здесь сделанный. Здесь кусок. Здесь вообще он кусок пены от крыла. Там вообще такая история. Кусок здесь железки. Все с той стороны шпатлевкой. Тут и с чем-то. В общем, бампер реально просто в мертвом состоянии. Так что вот такой вот бампер. Так. И про что я говорил? Вот данный вот этот вот... Я думаю, кантик всем видно. У Илюхи получается на СТ он съемный. Вот. Я надеюсь, мы когда-нибудь сможем у Илюхи задний бампер снять. Да и посмотреть. Ну, с бамперами у нас понятно. Теперь расскажу про тюнячки, которые я покупал отдельно. Они к Форду вообще никакого отношения не имеют. Первое, что я взял, это тапки Барбеты. Вы их все прекрасно помните и по борт-журналу на Drive 2. И также есть отдельное видео, как я их через проставки ставил. И с Питера мне прислали заднюю лавку. Была она снята с Nissan Skyline 32. Вот эта лавка. Пластик в принципе в отличном состоянии. Все крепежи на месте. Все, так скажем, резьбовые соединения в отличном состоянии. В принципе, что еще? У меня есть тюнячек больше на Форд. Такого из внешнего больше пока ничего нет. Давайте теперь это все посчитаем. Поскольку мне вылились все эти тюнячки на Форда. Первое. Недавняя поездка в Питер. 30 тысяч рублей. Плюс. С Finan Auto Parts мне с подарочным сертификатом я доложил 4 тысячи рублей. То есть плюс 4 тысячи рублей. Вот так же сюда плюсуем бампер ST1, который я покупал. 10 тысяч рублей. Равно 44 тысячи рублей мне обошлись именно тюнячки с Форда. То есть два бампера, фары бортовой, фары Moretti, задние стопы, бортовой компьютер и руль. И руль. Мне обошлось это все в 44 тысячи рублей. Теперь, поскольку у нас еще авиакрыло и диски Барбеты вместе с проставками, считаем дальше. Авиакрыло вместе с доставками обошлось в 44 тысячи рублей. Мы прибавляем 3,5 тысячи за авиакрыло вместе с доставкой. Диски Барбеты мне обошлись в 6 тысяч рублей вместе с ремонтом. Мне их заваривали в одном месте. Также сюда плюсуем 8,6 тысяч. Это проставки. Вместе с доставкой также есть, ну естественно. И плюс 2 тысячи мне обошлась резина. Равно. В итоге, сумму вы видите, в 64 тысячи 100 рублей мне обошлись все данные тюнячки, которые вы можете видеть. Поэтому колеса, два бампера, спойлер, фары, БК, руль. Вот те все тюнячки мне обошлось, еще раз говорю, в 64 тысячи рублей. Так, в принципе, сумма немаленькая. Но это также, с учетом того, что мне помогла Финан Автопарц, вручили мне сертификат. Еще раз их поблагодарю, спасибо вам большое, что выбрали именно меня. И я такой теперь счастливый с фарами Моретти и с задними тюнячьими стопорями. Вот. Все остальное, естественно, я бегаю, ищу, лажу в интернете. Какие по каким-то сайтам, тот же eBay, Avito. Много машин, которых выставляют, они там либо в разбор, либо разбиты после ДТП. И вот так вот по кусочкам ищешь, что-то находишь, что-то звонишь людям, говоришь, вот я бы у вас купил какую-то определенную запчасть с вашим автомобилем, и ты договоришься. То есть, постоянно в поиске, постоянно в интернете каких-либо новых запчастей, именно тюнингованных там, от того же СТ именно. Тут недавно продавались кресла Recaro для Ford. К сожалению, не успел. Меня опередили, их забрали за 8 тысяч рублей, что ли, два передних сиденья. Вот. Так что, как-то вот так вот оно все и происходит. В принципе, все-все, что я вам хотел показать, я показал, рассказал. Надеюсь, вам понравилось видео. Пишите это в комментариях, либо поддержите меня лайками, мне будет действительно очень приятно. И я постараюсь все же чаще выпускать видео, потому что у меня сейчас появился еще один Жигуль. Многие об этом, точнее, немногие об этом уже знают, но скоро выйдет первая серия про него. Взял я его чисто в зиму. А всю остальную информацию вы увидите в видео, которое выйдет, я надеюсь, на следующей уже неделе. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, мне это немаловажно. Заходите в гости ВКонтакте, пишите сообщения и подписывайтесь на Инстаграм. Всем пока!